Итак, у нас возникает естественный вопрос. А каким же образом встать в этот Вселенский Великий Закон и каким образом построить в себе и в своих детях гармон? Каким образом создать вот этот лад? Каким образом создать пространство жизни, которое приведет к процветанию, благополучию всего нашего рода, всего нашего народа, нашей Родины, нашей планеты, всего? Конечно, понятие гармония весьма относительно для каждого человека. И если раньше вот это понятие красоты, оно передавалось из поколения в поколение, то, конечно же, сейчас вот эти образно-информационные структуры, они вносят мощную деструкцию в эти понятия красоты. А вспомним Ивана Ефремова, он всегда четко говорил, что красота – это целесообразность. Все в природе красиво, потому что целесообразно. Красива женщина, красиво дерево, красив цветок, красивы дети. Все красиво, посмотрите, все в природе красиво, целесообразно. Добро, ладно. Все зиждется на вот этой гармонии ритмов. И народная традиция, она тоже ладная. Здесь идет сочетание народного костюма с той землей, на которой живет этот человек. Вы знаете, еще в те времена, в 90-е годы, венгерские ученые провели исследование, показавшее, что ритм мерцательного эпителия четко коррелирует с геомагнитной постоянной землей. Это говорит о том, что где родился, там и пригодился. То есть магнитные характеристики земли, на которой ты живешь, они четко связаны, они определяют твое дыхание. Поэтому естественно, что вся культура, которая взращена в нашей, в средней полосе, она имеет свои особенности, именно связанные с орнаментом, с танцем, с пением, с сказками. И, например, те народы, которые живут в горах, у них будут уже свои орнаменты, свои песни, свои сказки. И все они будут созвучны природой. А те народы, которые живут на далеком севере, опять-таки у них свои орнаменты, свои сказания. И что самое интересное, самое удивительное, сколько мы, мы больше 30 лет занимаемся этой темой, мы развиваем вот эту программу окружающий мир, мы вот эту базу постоянно усиливаем, которая вот есть в нашей бабушкиной школе. Ведь когда мы встречаемся с носителями культуры любых этносов, мы не видим противоречий. Мало того, мы видим вещи, которые нас только объединяют. Как будто мы все говорим об одном прекрасном мире на разных языках, но гармонично друг с другом сочетаемся сейчас. А вот если мы посмотрим на техногенную цивилизацию, которая надевает футболку с какими-то вот этими словами непонятными, когда уже начинают люди сейчас говорить такое количество слов, которых мы даже не понимаем, там бренд, например, да. Мы не понимаем, что такое бренд, потому что в нашей традиции не было бренда. Вы понимаете, что у нас было понятие имя. Имя ремесленников, не знаю, династии, там, пчеловодов. Это было имя. И с этим именем было связано понятие качества той продукции, которую они производят. Вот. Это уважение вот к этой, к родовой именно передаче знания и сохранении этого знания. Это понятие того, что имя, береги, честь с молоду. То есть это очень важное понятие, очень конкретное, очень мощное. Вот это мы понимаем. А бренд – это уже влияние сегодняшней общества потребителей. Нужно, чтобы люди как можно больше покупали. И покупали в особенности для детей, потому что это очень важно. Внедрить уже вместо правильных образно-информационных структур каких-то непонятных синюшных фей, каннибалистов, я говорю прямо открытым текстом, монстров. То есть то, что никогда не позволялось вообще эти образы, не позволялись, они называются навьи-образы, их не позволялось просто вводить в близость формирующегося молодого сознания. Его можно просто сломать такими образами. Вот это сделать прививку злу. Понимаете? То есть когда он уже не будет отличать, что есть добро и что есть зло, потому что он не будет понимать, где есть гармония, где есть дисгармония, где есть лад, а где есть разлад. Это самое важное. Гармония – это понятие вселенское. Это закон совместимости ритмов. Лад – это когда ритмы друг друга усиливают. Это когда у нас ладное пространство нашего дома. Там ладные вещи, ладные краски. Там, если мы возьмем, конечно, мы будем говорить о традиции. Здесь это целая вселенная. И здесь каждая вещь, она соответствует каким-то общим понятиям. Язык – это вообще основа. Родной язык, родная речь. Каждая буква имеет свой образ. Это то, что закладывает именно основу сферального мышления. То есть вот эта капелька росы, которая является наш ребенок, сможет отразить вот в этой росе весь мир. Плоскость весь мир не отразит, а вот роса весь мир отразит. И солнышко она отразит. А нам внушают, что солнце не светит. Ну, например, или земля плоская. Сейчас уже технологии достигли такого уровня, что, конечно же, просто опасно допускать сознание растущего ребенка до определенных образно-информационных структур. И поэтому для того, чтобы потом эта деструкция не повлияла на него, еще раз повторяю, нужно очень важно сформировать это ладное пространство. Потому что если с позиции закона посмотреть вокруг, мне трудно убедиться, что нас окружает сплошная дисгармония. Техногенное общество породило столько мусора, что планета не справляется. Просто киты, захлебываясь этим мусором, они выбрасываются. Они уже сигналят нам, уже материк целый из мусора. Вы понимаете, и это все настраивает на потребление, потребление, потребление. Все больше игрушек ребенка, больше игрушек. Но нужна основа, нужно сохранить эту каплю родниковой воды. Если раньше человек мог наглядеться на природу, то сейчас еще в условиях мегаполиса на природу не наглядишься. Нужно найти вот эти очаги гармонии. И лучше всего, если вы эти очаги гармонии создадите у себя на участке, чтобы вы создадите их дома. Пусть это будет какой-то цветок, который вы будете выращивать вместе с ребенком. То есть это будет та гармония, которую вы будете взращивать. Потому что, конечно же, мегаполис, он отрывает социум полностью. То есть концентрация людей вот в таком городе. Знаете, раньше говорили тьма. То есть это уже как раз соответствует четкому совершенно числу. То есть если тьма, то есть если количество пребывающих в одном месте, оно больше там 10 тысяч человек, там уже нельзя отследить ни преступления, ничего. А когда миллион, когда сто тысяч. Конечно, вот именно проживание на своей земле, я не говорю, что нужно сделать так. Но я рекомендую, я живу на земле. То есть когда семья живет на земле, это большое благо. И мы просто видим на наших детях, что они взращенные на природе, взращенные на традиции. Они все ходят в обычную школу. Они имеют вокруг себя всю ту дисгармонию, ту всю вселенную агрессивную, которую имеют все. Но они имеют противорядие. Они имеют вот этот защитный шлем, защитную справу. Они могут сохранить вот этот камертон, который показывает им, что есть лад, а что есть разлад. И поэтому, конечно же, мы понимаем, что сознание видоизменяется мыслью. Поэтому, конечно же, очень правильно переоценку сделать ценности. Ведь мы не просто воспитываем своих детей, мы воспитываемся вместе с ними. И мы для них пример. И поэтому, если наш пример будет голословный, то есть если мы будем говорить одно, а делать другое, то хорошего результата мы не получим. В этом плане мне очень нравится школа здоровья и радости Валерия Владимировича Синельникова. Потому что его семья, его дети как раз являются образцом. Он что говорит, советует другим людям, тому он следует сам. И поэтому вот каждый родитель это должен понять. То есть если вы говорите, как хорошо и здорово участвовать в народном празднике, а сами в них не участвуете, то, конечно, ребенок за вами не пойдет. Нужна соборность, нужно такое совместное действие. И поймите, переоценка ценности даст более правильное восприятие. А правильное восприятие повлечет за собой следствие, правильное проявление. Поэтому, конечно же, уже современными даже психологами доказано, вот мы с вами поговорим, если вы в течение хотя бы 21 дня, это вот столько, сколько нужно человеческому сознанию для очищения, скажем так, его мыслительной крови окружите правильной речью, правильной музыкой, правильным разговором, вы увидите результат правильными играми, исконними играми. То есть если мы именно будем взращивать, мы ничего с вами не будем ломать, мы не будем с вами выкидывать компьютеры, мы не будем с вами рвать на себе футболки. Нет, мы начнем создавать. Ну, я не знаю, возьмем футболку, женщина научится набойке, и из, сейчас очень это даже модно, из вот простых вот листочков, поблагодарив каждый листочек, создаст свой орнамент и подарит это своему ребенку. Ведь раньше женщина, через ее руки проходила вся одежда ее семьи. И это очень важно, потому что она становилась обережной, она была сделана с любовью, она сохраняла, она сохраняла человека, а в нее еще были вплесены орнаментом, которым много-много-много тысяч лет, потому что это образы изначального древа жизни. Вот мы с вами сегодня только об этом говорим. Древо жизни, ритмы, совместимость ритмов, лад, мысли. Ведь благая мысль, благое слово, благое дело. Поэтому мы не можем что-то из этого триединства убрать. Важны благие мысли, важно благое слово, благое дело. Вот очень хорошее правило. Я даже не буду озвучивать сейчас модное в сетях слово. Раньше называлось «Полезные советы». Вот правило, памятка, она нам помогает. Все, что ты хочешь сказать, должно быть доброжелательно, полезно и правдиво. Все, что ты хочешь сказать, должно быть доброжелательно, полезно и правдиво. Вот запишите это, размышляйте на эту тему, и вы увидите, какой мощный рост в сознании у вас будет, когда вместе с благими мыслями, светлыми, ладными мыслями у вас еще будут ладные слова, и за ними, конечно же, будут ладные дела. И, конечно же, мы понимаем прекрасно, что прежде чем мы воспитываем детей, мы должны воспитать родителей. И мы будем с вами это делать все вместе, будем все разбираться, как нам сформировать вот это сферальное мышление. И нужно понимать, что мы, именно оберегая наше молодое поколение, мы оберегаем наше будущее. И поэтому из своего творчества мы с вами, а это важное очень творчество, это взращивание детей, мы должны сходить с позиции великого закона совместимости ритмов, то есть закона гармонии. И всегда помните, зло, которое рождается в нашей природе, разрушает прежде всего нашу природу. Поэтому добро, которое рождается в нашей природе, в нашей семье, оно в первую очередь созидает нашу природу, нашу семью, оно в первую очередь созидает нашего ребенка. Ну вот, несколько страниц мне всего лишь удалось вам поведать, потому что работа, конечно же, очень большая. И дальше мы уже будем, перейдем к определенной конкретике И вот здесь мы очень много показываем ритмы Какие планетарные ритмы, какие солнечные ритмы В этом очень мощная работа наших космистов Какие вселенские ритмы определяют нашу судьбу Конечно, солнечно-лунные факторы, геофизические факторы И это все, конечно же, очень важно И завершить сегодняшнее первое наше занятие Мне бы хотелось именно вот этой схемой Мы ее вам покажем на экране полно Когда мы нарисовали вот эту схему гармонии ритмов Схему ладов Как лад каждого ребенка входит в лад семьи Семья в род, род в народ, народ в вселенную и так далее У нас дома остановились все часы То есть с временем что-то произошло А время это величина, можно сказать, материальная То есть это богатство, которое нам дано И время, как материальная величина Она сконцентрирована в опыте наших предков Которая помогает нам экономить время Потому что не надо дважды наступать одни и те же грабли Наши предки прошли достаточно большой путь И природа так мудро устроена, что человек, прежде чем развиться Он проходит путь эволюции от клетки до многоклеточного организма Животного и человека И точно так же опыт позволяет более быстро То есть то, что шло миллионы лет, проходит за 9 месяцев И вот опыт, этнический опыт, корневой опыт Он так же Много тысячелетний, десятки тысячелетний, сто тысячи тысячелетний Опыт, он позволяет в сконцентрированной Такой рунизированной форме дать нам Чтобы мы сэкономили время Не потратили всю свою жизнь на поиски от того Как беречь себя от опасности Если с самого начала нам уже даны все подсказки Как нам сохранить И вот эти все социально-психологические факторы Воздействующие на подрастающее поколение Как все вот эти деструктивные формы Образно-информационные структуры Виртуализация пространства Как именно вот сохранить цветок Вот с этой каплей росы Который сферально отражает мир И который имеет свой неповторимый аромат Свой неповторимый цвет И он сможет ладно влиться Вот в светлую гармонию этого мира И сможет противостоять дисгармонии Лад, который сможет противостоять разладу Который может созидать И таким образом наша с вами творческая работа По взращиванию ребенка превратится В увлекательное путешествие длиною в жизнь И окружающий мир Вот опять возвращаясь к нашей бабушкиной школе Вот этот Научившись читать, писать Он будет жаждать Он будет очень хотеть Желать познавать окружающий мир Познавать лад, законы, ритмы И учиться умению взаимодействия И гармонизироваться с этим миром Своей мощной устойчивой гармонии Той основой, которую мы с вами заложили Поэтому сила в завете предков А дальше мы уже продолжим с вами Конкретно по образно-информационным структурам И по тем полезным советам Которые позволят нам как раз вот этот лад выстроить Будьте здоровы, будьте красивы, будьте счастливы Мира, гармония, любви всем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!